Мы, Буркатские, Наталья и Сергей, презентуем новинки осени 2024 года. Начнем, пожалуй, с цветущих растений, которые мы в этом году привезли на выставку. Ну, начнем. Вы можете оттуда сюда передавать, показали, но вот это тоже можно пока убрать, допустим, чтобы здесь было такое для съемки было место. Получается, первое, это БР «Восход», первый раз привезено и презентовано на седьмом съезде селекционеров в Доне Фиалки. Этот сорт нам понравился то, что здесь есть синие, как полосы, и желтые, и очень интересные лепесточки, такие вот оригинальные, изогнутые. Цветы достаточно крупные, махровые, ну и полумахровые цветы, называется вот БР «Восход». Розетка достаточно компактно идет, стандартные листва, ровные, зеленые. Следующий сорт «Ода любви». Здесь понравилось, ну, чуть-чуть плохо доехала, но у нее цветы огромнейшие, идут до 9 сантиметров. Очень махровые, чисто белый цветок с такими вот, как бы, розовыми напечатками, и местами вот идет львовая кайма с зеленцой. Тоже очень интересная форма, такие вот, как бы, пышные, и то, что нас покорило больше всего, это размеры, да, цветка. Очень, вот, как бы, огромнейшие. Соревнуйтесь с мамой. Перегнали. Перегнали. Нет, мы покажем цветок, который до 10 сантиметров, огромнейший цветок. Перегнали, это амбициозно. Нет, ну, в размере цветка у нас цветок мы вырастили, вот, который достигает в диаметре 10 сантиметров. Ну, ученик должен произойти слоевчики, ну, что теперь, конечно. Да. Так, следующая новинка, тоже очень крупные цветы. БР «Волна», новинка 24-го года. Вот, такие вот, как бы, белоголубые цветы идут. Ну, тоже чуть-чуть, чуть-чуть не доехала, но, как бы, по крайней мере, в живую можно увидеть, тоже и размер цветов, то, что махровая, и, в принципе, очень компактная розетка. Да. Вот этот вот сорт тоже очень понравился, то, что в ней очень много всего имеется, и вот эти вот, как бы, и кайма зеленая, и напыление. Нет, не только вам понравилось, ведь его ворвали совсем, а то у вас эти чистые коды остались только чистые полоски. Получается, назвали мы ее БР «Зажигают огоньки». Цветок достаточно крупный, но даже если, вот, будет большое, большое цветение, пышное цветение, как бы, цветок не сильно, ну, средне крупный, но за счет того, что очень много бутонов на одном цветоносе, и оно красиво цветет шапочкой, создается, ну, красиво букетик, как бы. Ну, тоже, ну, в принципе, розетка тут была компактная, не крупная. Сейчас мы не увидим этого. Здесь, получается, полумахровые цветы белые, и вот такое вот идет очень интересное напыление, и зеленая кальма, и очень красивый вот гофран есть на краях лепесточков. Называется БР «Зажигают огоньки». Вот это вот у нас старый сорт, это не новинка, но получился спорт от БР «Мириады». Здесь, получается, колокольчики. Раньше это был, ну, простой цветок, да, обычный, но здесь получилось, что спартануло и вот колокольчиками. Очень интересная форма, причем колокольчики тоже довольно-таки большие получились. Да, тоже на розетке очень красиво смотрится так, и, в принципе, уникально, благодаря вот этим вот фэнтези и такой вот красивой гофрированности лепестков, краев. Вот этот сорт, точнее, сеянец мы еще не придумали. Название тоже, в принципе, у нас есть такие вот фиолетовые с горохом, но здесь нам очень понравилось то, что вот они такие, как кучерявенькие. И есть у нас другие сорта, но они более ровные, лепестки более ровные цветы. Здесь полумахровые, и вот за счет вот этой вот волнистости лепестков очень смотрятся красиво, так оригинально. И ножка очень, не очень плотная ножка, которая держит цветоносцы. Посмотрите, какая она толстая, у нее сам размер. То есть она очень хорошо, плотно держит сами цветы. Здесь вот можно увидеть, там крепкие очень цветоносцы, которые держат такое большое количество цветов, да, цветков на одном цветоносе. А здесь вот совмещен горох и розовенького, и беленького есть. Тоже очень красиво смотрится. Тоже новинка 24-го года оттене, BR Vulcan. Здесь очень понравилось то, что, во-первых, такая листва, в принципе, очень красивая, компактная и очень ровная розетка. И вот на этой ровной розетке вот так возвышаются красиво цветы. Также вот этот вот винный цвет понравился. То, что он, в принципе, именно такого оттенка мы не часто встречаем. Очень яркий, выразительный, то есть он насыщенный очень цвет. Вот на этом цветке вот хорошо видно, такой темный, насыщенный, ну да, везде. И цветы очень крупные у нее. Вот даже пару цветочков вот уже красиво шапочкой будет смотреться. Сорт BR Vulcan, как же звали. Семенная коробочка получилась случайно или целенаправленно? Целенаправленно, но так как хотелось ей сорт показать и все сразу успеть, пришлось... То есть семена там взревают? Да. Да. Ну, мы домой заберем, поэтому дальше будем работать. Хотелось просто и так успеть, и так привезти. Постарались максимально именно цветущих привезти новинок на съезд. Поэтому брали все, что могли. Получается тоже новинка 2004 года BR Moriart. Здесь идут махровые и полумахровые цветы, очень крупные. И здесь понравился именно оттенок, что более к синему приближенное. То, что как бы фиолетовых много, а вот таких вот насыщенность синих мало цветов. Поэтому мы решили пустить в сорт BR Moriart. Это называется новинка 24-го года. Так, а следующее по фотографиям, которые мы не смогли, к сожалению, привезти на выставку. Вот эта вот новинка 24-го года называется BR Hooligan. Здесь крупные цветы достаточно. Очень понравилось то, что вот это вот как будто бы прям не настоящая или как восковая кайма. Ну, не кайма, а кончики лепестков. Они очень гофрированные. Они выглядят как будто бы как восковые, как не настоящие. Такие упругие, очень жесткие цветы. Вот, и очень долго сохраняются на розетке. Следующий сорт BR Neon называется. Тоже новинка 24-го года. Здесь не подашка, то, что нравится. И белый горох рассыпан на таких вот как бы неоновых вот фиолетовых цветочках. И с затемнением таким вот, ну, не затемнением к середине цветка глазки такие более как бы беловые, что ли. Ну, неоновые, да. Поэтому и название такое придумывали BR Neon. Как бы смотрится очень, очень ярко на полочке. Поэтому, ну, цветы тут, в принципе, крупные, но простые как бы. Но все равно тоже нарядно смотрятся на розетке. Так, следующий сорт. Получается, вот он. Две фотографии сделали. Это крупным планом. Получается, здесь коралловые цветы. Тоже очень хорошая вот эта вот гофрированность, как и на хулигане идет. Вот тут, как и на хулигане, тоже как восковые, вот как ненастоящие идет гофрированность. И здесь вот она хорошо выражена. Коралловые цветы с белым глазком идет. Вот она смотрится на, как смотрится на розетке. Здесь очень крупные цветы, достигают до 9 сантиметров. И местами может проявляться зеленая кайма. Называется Берр-иностранка. Новинка 24-го года. А пойдем еще в сорт, на фонбане. Ага. Вот эта вот новинка тоже 24-го года. Сиреневые цветы. Очень крупные, тоже до 9 сантиметров. Застегает. Называется Берр-жизнь. Сиреневые цветы с белой каймой. Махровые и полумахровые. Там просто даже 2-3 цветка. Уже заполнена розетка полностью цветами. Выглядит очень нарядно, очень красиво. Берр-жизнь. Розетка стандартная. Не крупная. Компактная. Следующая новинка 24-го года. Это Берр-Москва. Назвали. Очень крупные. Тоже достигают 8 сантиметров цветы. Ближе между красным и бордовым. И белый горох идет. Сейчас пошла... Очень много можно встретить в селекции таких вот красных цветков и горохом. Но здесь нам понравился размер цветка. Они очень огромные. Как бы такого размера цветка мы еще не встречали у цветовцев белым горохом. Поэтому понравился. И пустили его в сорт. Называется Берр-Москва. Вот про сорт, который мы хотели показать. Мы привозили на прошлую выставку в сентябре, да? Ну, не мы, а репкин Светлана. В сентябре. В сентябре. Цветок тут достигает по линейке, видно, 10 сантиметров. Огромнейшие цветы. Такой винный цвет. Махровые. И здесь именно самый интерес в размере цветка. Потому что тоже таких размеров мы не встречали. Вот даже по сравнению тоже с рукой видно, какой размер цветка. И тоже розетка достаточно компактная по сравнению с цветком. Следующий сорт новинка 24-го года Берр Гималая. Здесь тоже цветы достигают 9 сантиметров. Чисто белые, но есть такие вот как бы всплески голубого. И такая легкая гофрированность лепестков. Розетка тоже очень компактная. Стандартная зеленая. У нас в основном все зеленые розетки. Вот этот вот сорт очень понравился. То, что тоже насыщенный такой цвет и зеленая яркая кайма. Называется новинка 24-го года. Называется Берр Бабочки. Как бы достаточно простая простая форма цветка, но зато очень оригинальный цвет. И вот эта вот кайма тоже выделяет каждый цветок на очень темной такой вот темно-зеленой розетке. А теперь хотим показать именно сеянцы, которые тоже еще как бы в работе идут. Давайте вот так вот сделаем, чтобы был чистый листик. И на чистом листике можно будет показывать. Потому что на черной верной позже, чем на верной. ну вот хотела вот как показать вот как кайма вот на вот этом вот хулигане. Вот этот листик тоже работаем с этим с этим сеянцем. Следующий сеянец ну здесь прям очень прям темные чернильные цветы с таким вот прям видите вот как затемнением еще больше черным кончиком лепестков и вот эта вот гофрированность. В принципе очень нравится такой как бы оригинальный вот это затемнение. прям восхищает. Вот тоже работаем пока пока в процессе сеянец. Следующий это такой вот более нежный не темный ну тоже достаточно яркий такой белые цветы с розовыми напечатками и сиреневым фэнтези смотрится очень очень нежно по сравнению с темным такие вот цветы смотрится очень красиво в принципе поэтому работаем ими ими вот тоже сеянец пока еще думаем над ним потому что очень такая вот оригинальные лепесточки идут у него и форма цветка как бы внутрь изогнутая здесь вообще должно было быть желтые есть такие всплески но чуть-чуть вот этот цветок помялся пока везли также вот есть зеленца по краям и проявляются такие вот более синие чернильные синие как бы сочетание белого желтого и синего или фиолетового в общем очень интересная форма цветка вот она видите как идет так изогнуто вовнутрь точнее наоборот внешне цветка тоже чуть-чуть конечно подмялся но здесь очень интересно то что огромное количество очень махровое огромное количество уровней лепестков идет у цветка и достаточно крупный тоже в работе идет сейчас вот он как прям розочка такая вот тоже работаем сейчас а ну это это уже сорт просто называется берстрадивари решили показать вот какое интересное сочетание всего чего только можно в одном цветке очень такой яркий и нарух тут присутствует берстрадивари и такие вот как и венозность и вот вот тут такие вот черные как бы более темные фэнтези тоже очень интересные это сеянец тоже тоже привезли показать как бы идут такой как бы еще назвать львовый цвет зеленой каймой в принципе я не знаю как он вот так идет гофрированные края и зеленая кайма присутствует вот этот вот тоже сеянец скоро будет сортом более синие как бы цветы мокровые и очень интересная зеленая кайма вот даже хорошо видно проявляется правда чуть-чуть цветок сжимается из-за зеленой каймы но тоже достаточно крупный и нарядно смотрится вот 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 ну да тоже чуть-чуть чуть-чуть не доехал вот очень очень крупные огромные цветы хотела показать хотели показать но к сожалению они вот если вот так положить там до 8-9 сантиметров достигают цветы белые полумахровые ну тоже сеянец сейчас идет в работе и вот мы хотели показать порассуждать по поводу у нас появился получается был у нас один посев примерно ну штук 40-50 было сеянцев с этого посева вышло и абсолютно все были обычная стандартная зеленая розетка и получился вот один всего посева выделялся вот такое растение с такой листвой здесь листва очень интересная как пупырчатая как бугристи пупырчатая я могу сказать поскольку мы об этом говорили я не сразу это понял вот но это вот если чем это можно сравнить вот если человек сильно замерз вот то у него кожа становится таким вот этим самым гусиная кожа гусиная кожа вот гусиная кожа вот если попробовать попробовать его пальцем ощущается то что там такие пупырышки вот они снизу вверх на каждой листочке их довольно много это необычно получается как бы мы увидели это сперва подождем пока она расцветет потому что мало ли цветок будет мы рассуждали о том не является ли это каким-то новым видом листвы новый тип листвы будем будем смотреть будем будем подождали пока она распветет сейчас покажу а фототачи цветения нам очень понравилось получается как наждачная бумага похож на венецию люкс да ну вот видите благодаря вот этой вот листве уникально и вот с внутренней стороны вот оно получается как такие вот я не знаю бороздочки я не знаю что ли вот да ну с нижней ямки а сверху бугарки а сверху бугарки правильно бугристая как бы идет вот такая вот не видно я знаю сперва сами не поняли что это думали оно пройдет но нет осталось и вот когда дождались уже цветения посмотрели ну цветет она в принципе очень шикарно и достаточно крупный цветок ну как бы идет белый с таким более темным темно-серийной синий и зеленая камень очень макро и фотографируйте представьте мне фото надо сорвать лист положить на какой-то фон чтобы фон не мешал вот сфотографировать крупно у меня есть макросъемка выбирайте режим макросъемки фотографируйте так что было видно и с нижней стороны и с верхней стороны будем будем разбираться да и вот мы конечно же думаем проверим будет ли повторяться данный сеянец посадили много листвы и вот привезли часть детки которая получилась от этой листвы в принципе вот оно хорошо очень передается вот видите вот оно как идет вот такое я все вчерашние дня около фишполки спрожу джу 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 распродаж да джу распродаж периментация переходит потихоньку оно вообще это мы хотели вам подать спасибо да самый крупненький могу листик подарить у меня детка подписана джу 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 в общем мы не хотели на ваше спасибо будем разбираться ну главное что вот оно повторилось от листа потому что мы переживали что может быть это вот просто единичные случаи вот как например когда селекция была вот этих вот вот это называется селекция это гибридизация это селекция когда заметили какой-то необычный приз и его не выбросили там ветровое а его продолжили провели закрепили вот ну вот это главное что именно от листика оно получилось потому что мы очень переживали что будут уже более простые обычные листья а тут действительно получилось природа припадет подарок но надо надо его заметить этот подарок и затем правильно его использовать да и обсудить все-таки что смогло это мы потихонечку займемся посмотрим возник вопрос будем будем пока название ему мы не дали будем еще думать что если есть предложение будем ждать связанное с этой листовой такой вот оригинальной вот буквально на каждом на всех ветках да оно чем взрослее растение тем больше и лучше оно проявляется на взрослых растениях ну на более больших так что отлично отлично вот ну что молодцы стараемся с миниками ничего у нас там где-то десяток наших миник растут недавно я смотрел расстрел бэролита розовый с горы листвой в общем так вот вы с сатяной не знаю посмотрели порадовались ничего нет мы об этом говорили вот на прошлом съезде поэтому у нас работа идет пока работа идет пока пока результатов мы занялись миниками пока ждем дальше будет уже в дальнейшем на листе очень хорошо видно да 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 углистость походится здесь вот тоже видно да у меня в хорошем качестве есть я вам пришлю тогда ну там даже лист будет более с большим увеличением да я с той стороны его нафоткала нафотографировала поэтому все пришлем я пару буквально фотографирую интересный лакамус с такой шакремовой божей с твоими божилками ну такой вообще 15.03 значит мы завершаем презентацию правильно все сказали все узнали отлично вот молодцы спасибо так у нас поход в ботанический сад все знают кто идет в ботанический сад сегодня я могу вам посвятить фонариком оно будет как бы лучше видно да вот видите вот когда тень как создается я не знаю на цветах оно лучше на эту буристость это наверное хорошо где-то там где-то видно видно да в общем я не знаю я не знаю Продолжение следует...